КОНТУР На прошлой лекции мы продолжали рассмотрение линейных систем с сосредоточенными параметрами и значительную часть времени анализировали колебательные контура. У нас был последовательный колебательный контур и параллельный колебательный контур. Колебательные системы могут запасать энергию, и это свойство используется во многих приложениях, в том числе и для создания чувствительных измерительных систем. Я на прошлой лекции закончил, насколько я помню, тем, что рассказывал про ёмкостный датчик. Ёмкостный датчик можно сделать пассивным. Взять источник постоянного напряжения, приложить его к ёмкости, у которой есть подвижная пластина, и снимать переменный сигнал через дополнительный конденсатор с этой ёмкости. Если ёмкость постоянная, то на выходе переменной составляющей не будет, но если ёмкость меняется, то на ней появится, здесь, конечно, должно быть сопротивление, это может быть внутреннее сопротивление источника, неважно, появится переменное напряжение. Так устроен, например, конденсаторный микрофон. Но если включить ёмкость в колебательный контур, очевидно, коэффициент преобразования перемещения в напряжение, в амплитуду колебаний, может быть больше. Для этого надо, чтобы контур был по возможности более добротный, и, кроме того, нужен источник гармонических колебаний, настроенный на склон резонансной кривой этого контура. Тогда легко получить оценку изменения напряжения на этом колебательном контуре в зависимости от добротности и от отношения величины перемещения к среднему значению ёмкости конденсатора. Здесь только надо сделать замечание, что, конечно, предполагается, что источник гармонических колебаний идеальный, поскольку если его частота будет меняться в процессе измерения, то очевидно, что изменение частоты источника, который называют накачкой, также приведёт к изменению напряжения на выходе. И появится шум, или, иначе говоря, частотный шум источника накачки конвертируется в амплитудный шум на выходе. Кроме того, можно, подумав, сообразить, что есть ограничения на величину средней ёмкости и на частоту, с которой может совершать колебания пластина конденсатора для того, чтобы этот датчик работал. Вот это тоже задача вам, желающим, для размышления. Как выбрать правильно D нулевое и омега для того, чтобы работал датчик? Ну и как выбрать оптимальную частоту генератора, фактически я уже сказал. Какие величины можно измерять с помощью такого простейшего радиочастотного ёмкостного датчика? Ну вот смотрите, положим добротность 200. Это достаточно высокая добротность, но которую можно получить у обычного контура, который сделан из катушки из медного провода и конденсатора с воздушным зазором. Предположим, что мы можем измерять, здесь минус пропущен, 10 в минус пятый от приложенного напряжения. Здесь тоже есть скрытое ограничение. Нельзя прикладывать сколь угодно большое напряжение, подавать сколь угодно большую амплитуду от источника накачки, поскольку может произойти пробой в конденсаторе. Если он в воздухе пробой, даже в вакууме может начаться вырывание зарядов из обкладок конденсатора. Тем более, что нам нужно, чтобы они были поближе, поскольку для формулы для чувствительности входит зазор, вот он здесь в знаменателе, нам надо делать пластины конденсатора по возможности ближе друг к другу. Требование выбирать большую амплитуду колебаний и малый зазор, конечно, друг другу противоречит. Давайте будем считать, что мы можем измерять 10 минус пятый от приложенного напряжения, скажем, если это напряжение 10 вольт, небольшое напряжение, а измеряем мы амплитуду колебаний в 10 микровольт, вполне измеряемая величина. И зазор кладем 10 микрон, 10 минус второй сантиметра. 10 вольт, 10 микрон не пробивают. В воздухе пробойное напряжение постоянно, это порядка мегавольта на сантиметр, киловольт на миллиметр. Для переменного напряжения может быть несколько больше, но все равно эти параметры далеки от предела. Тогда мы получаем, что минимальное смещение, которое мы можем измерить, примерно 10 в минус девятый сантиметра. Смотрите, это очень маленькая величина. Это порядка атомного расстояния. Иногда спрашивают, а какой смысл говорить об измерении перемещения, если оно меньше атомного расстояния. Смысл есть, поскольку в таких измерениях измеряется, регистрируется средняя по огромному количеству атомов величина. Ну и еще раз, здесь, конечно же, в этой оценке не присутствуют многие факторы, которые на практике надо учитывать. Это шумы генератора, это механические вибрации, не связанные с измеряемым перемещением и многие другие. Когда обсуждают точность измерений, часто записывают формулы вот в таком виде, как здесь приведена последняя формула. Это фактически та же самая формула, но только здесь, видите, вставлены типичные величины и отношение их к реальным параметрам. То есть если подставить 200, 10 минус 5, 10 минус 2, то получится 10 минус 9. А дальше мы смотрим, какой из параметров мы можем улучшить, уменьшить, для того чтобы получить лучшую чувствительность. Просто наглядное представление. Но это простой прибор, который любой из вас может собрать из подручных средств. А какой лучший результат, какие лучшие результаты можно достичь в измерениях малых перемещений? Ну, есть такой замечательный проект, как поиск гравитационных волн внеземного происхождения. Гравитационные волны — это колебания метрики, колебания пространства-времени, или, как говорят, рябь на поверхности пространства-времени, в котором мы находимся. Возникает эта рябь при астрофизических катастрофах, взрывах сверхновых звезд, столкновениях нейтронных звезд и черных дыр. И заманчиво иметь возможность обнаруживать эту рябь потому, что она несет информацию о тех областях физики, о которых узнать мы по-другому, в общем-то, и не можем. Мы с их помощью можем изучать сильные гравитационные поля. Сильные гравитационные поля мы не можем имитировать в лаборатории. Их создают только релятивистские компактные объекты — черные дыры и нейтронные звезды. Но эти объекты, особенно черные дыры, не излучают электромагнитных волн, от них невозможно получить никакой другой вид излучения. Нейтроны, другие виды частиц, только гравитационные волны. А гравитационные волны очень слабо взаимодействуют с пространством. Их существование следует из уравнения Эйнштейна для общей теории относительности. И оттуда же следует, что коэффициент, входящий в формулу для излучения гравитационных волн, содержит чрезвычайно малый множитель, G на С в пятой, G — постоянное всемирного тяготения, в числителе малая величина, и скорость света в пятой степени в знаменателе. То есть гравитационные волны, распространяясь через материю, почти не взаимодействуют с ней. Они вызывают очень малое смещение, или, правильнее говорить, ускорение, вообще говоря, это волна ускорения, и очень малое замедление хода часов. Так вот, для того, чтобы всё-таки иметь возможность их обнаруживать, надо было сделать очень чувствительный датчик перемещения. И детекторы первого поколения как раз основывались на ёмкостных датчиках. Делали большие массивные болванки из металлов, необия, алюминия, несколько тонн, и с помощью датчиков пытались обнаружить их малые колебания, вызываемые гравитационными волнами. К сожалению, эти эксперименты результата не дали, и эффективным оказался переход от радиофизики к оптике. Если попытаться оценить предел смещения, ограничиваемый фундаментальными факторами, вот в верхней формуле, вверху, это энергия, приходящаяся на степень колебательной свободы из-за теплового движения, постоянная Больцмена, на температуру. А в знаменателе мощность и время измерения. А параметр типа ёмкостного зазора и добротность мы уже обсудили. Так вот, если перейти в оптику, то в оптике обычно выполняется соотношение H-омега много больше КТ. H-омега – это минимальная энергия, один квант энергии, которая вообще может присутствовать в колебательной степени свободы. В остальном эти формулы схожи, только вот здесь немножко другой параметр. Здесь входит длина волны и резкость резонатора. Имеется в виду резонатор типа Фабри-Перо. Возможно, в оптике вы уже сталкивались с ним. Это просто два зеркала, разнесённые на некоторое расстояние. Оказывается, что использование очень хороших зеркал, а современная техника позволяет создавать зеркала, у которых коэффициент отражения, вот видите, здесь в формулу для резкости входит коэффициент отражения. Чем он ближе к единичке, тем лучше. Так вот, можно делать зеркала, многослойные диэлектрические зеркала, у которых вот этот фактор, единица минус r, примерно 10 минус 6. Что это означает? На зеркало падает миллион фотонов, и все они, за исключением одного единственного, отправляются обратно. А этот единственный либо проходит насквозь, либо поглощается, либо рассеивается. Один из миллиона. Это не теория, это экспериментальный факт и достижение технологии. Так вот, с такими зеркалами можно достичь очень малой величины вот этого фактора. И как результат, измеряемая амплитуда колебаний может составлять до 10 минус 19 и меньше сантиметра. А говорю, что это все-таки амплитуда колебаний на частоте порядка килогерца. Ну а еще для того, чтобы регистрировать гравитационные волны, пришлось разнести зеркала резонаторов фабри-перо на расстояние порядка 4 километров. Вот такие огромные установки были построены. Сейчас они существуют. Две в Соединенных Штатах, одна в Европе, возможно, скоро еще одна будет в Индии. Они работают. И в прошлом году, может быть, вы даже обратили внимание, а может быть, кто-то и был, здесь была пресс-конференция. Это впервые были обнаружены гравитационные волны. Гравитационные волны, которые возникли от столкновения черных дыр на достаточно большом расстоянии от нашей галактики. При этом столкновение примерно 3 солнечных массы были конвертированы в энергию гравитационной волны. Но это некоторый экскурс, который, я надеюсь, помогает вам оценить возможности современных методов измерений, которые, в свою очередь, основаны на радиофизических методах. Ну а мы продолжаем рассматривать линейные системы. Если обычный колебательный контур — это система фактически с одной колебательной степенью свободы, то взяв два колебательных контура и объединив их, ну, например, с помощью индуктивной связи, можно получить уже систему со многими, ну, в данном случае, двумя степенями свободы. Замечу, что характер связи здесь не так важен. Можно сделать и емкостную связь. Главное — суть, свойства такой системы. Итак, будем считать, что входным сигналом для такой системы является источник напряжения, включенный последовательно в левый контур, а в правом контуре своих источников нет, и выходной сигнал снимается с конденсатора с емкости правого контура. Тогда легко записать дифференциальные уравнения. Они будут похожи, конечно же, на уравнения для обычного контура, только их будет два, и в первом уравнении LDI по DT напряжение на емкости, R на ток падения напряжения на сопротивлении, падение напряжения на емкости, и M — коэффициент взаимоиндукции в данном случае. На DI по DT — это потенциал, который создает магнитное поле второй катушки в первом контуре. Ну и в правой части вынуждающая сила, которая есть в левом контуре. Симметричное второе уравнение, только здесь везде входит I2, а воздействие левого контура — это последнее слагаемое MDI по DT. Будем для простоты считать, что источник у нас дает гармонические колебания. Я не устаю повторять, что в линейных системах можно использовать принцип суперпозиции, любое сложное колебание разложить по простым, например, гармоническим, так что это ничуть нас не ограничивает. Ну и второе. Мы рассматриваем установившийся процесс. Прошло достаточно долго времени, переходные процессы закончились. Ну, тогда сразу помните переход к алгебраическим уравнениям. Подстановка в виде у нулевое E в степени IωT приводит к тому, что экспоненты сокращаются, в правой части делятся, сокращаются, и производные приводят к появлению множителя вида IωT, интегрирование единицы на IωT. Получаем систему из двух алгебраических уравнений. Можно сделать такое же преобразование, как мы делали для контура, для того, чтобы в более удобном виде получить вот эту часть в квадратных скобочках, которая называется обобщенной расстройкой. Омега на омега 0,1, 0,1, поскольку это собственная частота первого контура, если его рассматривать независимо, и 0,2 — это опять-таки собственная частота второго контура, если не было бы первого. А получается это просто вынесением за скобку множителя вида L1 омега 0,1, или во втором случае L2 омега 0,2, поскольку омега 0,1 и омега 0,2 — это, соответственно, единица на корень из L1С1 или единица на корень из L2С2 соответственно. Понятно. Тогда можно рассматривать общий случай. Уравнения получатся несложные, но громоздкие. Мы же ограничимся самым простым. Простой вариант — это если изначально колебательные контура были совершенно одинаковые. L1 равно L2 и обозначим L, С1С2С и R1 равно R2 и обозначаем R. Используя уже привычные обозначения, теперь у нас одна резонансная частота для одиночного контура, неважно, для левого или для правого, одна обобщенная расстройка, один множитель дельта, который характеризует потери, логарифмический декремент затухания, и еще обозначим буквкой K, не путать с постоянной Больцмана, величину, которая как раз характеризует связь. M — коэффициент взаимоиндукции, а L — индуктивность отдельной катушки и для удобства умножить на отношение омега текущей частоты к омега нулевое. Тогда уравнения, которые были выше, становятся совсем короткими и компактными. Вот у нас то, что дает дельта, вот и на КСИ, и, соответственно, слагаемые, которые обеспечивают взаимную связь. Достаточно теперь только умножить первое уравнение на величину и К, а второе уравнение вот на такую скобочку. Если после этого вычесть второе уравнение из первого, то смотрите, и К, и К здесь будет минус К квадрат, и здесь будет такой же множитель. То есть, еще раз, если мы второе умножаем на дельта и КСИ, нет, извините, вот первые слагаемые тогда уничтожаются, а остается К квадрат с минусом, поскольку здесь было И, и тоже И, не мои единички, и квадрат вот этой скобочки. Мы договаривались, что выходной сигнал – это напряжение на конденсаторе второго контура. Тогда его можно найти, если ток разделить на сопротивление. Здесь у нас и омега С. Вот получается выражение для выходного напряжения как функции входного. И можно получить формулу для комплексного коэффициента передачи от входа к выходу, разделив на выходное напряжение левую и правую части. Получается вот такая формула. В числителе минус К коэффициент связи на омега нулевое, а в знаменателе омега текущая частота и корешок, под которым находятся два слагаемых, оба они квадраты. Сразу можно заключить, что у зависимости этого коэффициента передачи или у его, лучше сказать, у модуля коэффициента передачи от частоты может быть один экстремум, а может быть три. Это зависит от знака вот этой разности К квадрат минус дельта квадрат. Если декремент затухания маленький, меньше, чем введенный нами коэффициент связи, то существует решение вот этого уравнения, и тогда корней три. Если же он больше, то здесь квадрат, он не может быть отрицательным, решение будет только одно. Как это выглядит графически? Если построить зависимость модуля коэффициента передачи от частоты, то для отдельного колебательного контура, мы договорились, что они одинаковые, мы получаем кривую, которая здесь нарисована красным, а вот в случае наличия связи происходит следующее. При очень слабой связи мы практически не заметим расщепление. Кривая будет похожа на кривую одиночного контура. Затем, если мы увеличиваем связь, она начнет сначала уплощаться сверху, становиться плоской, и, наконец, в процессе дальнейшего увеличения связи между контурами появится провал посередине и появятся два горба. Вот это интересный, возможно, знакомый вам эффект. Если мы приводим во взаимодействие две колебательных подсистемы, то у нас появляются две нормальные частоты. Одна ниже, чем исходная резонансная частота для каждой системы, и одна выше. Это позволяет собирать устройства, которые называются полосовыми фильтрами. Дело в том, что если у нас не два контура, а больше, то мы можем в результате, подбирая правильно связь между ними, получить зависимость коэффициента передачи от частоты, приближенно похожую на прямоугольник. То есть сделать систему, которая пропускает некоторую полосу частот и не пропускает сигналы с частотами вне этой полосы. Ну и, конечно, если колебательные контура отличаются друг от друга, то один из этих экстремумов, максимум, я имею в виду, будет выше, второй ниже. Вообще здесь есть интересные эффекты. все зависит от соотношения потерь в контуре и связи между системами. Это описание на спектральном языке. Здесь я рисую зависимость от частоты. Но можно легко связать и понять физику происходящего с временной точки зрения. Если у нас есть два колебательных контура, связанных между собой, и мы помещаем заряд на конденсатор одного из этих контуров, в этом контуре начнутся свободные затухающие колебания. А дальше два случая. Если время перекачки энергии во второй контур очень большое, то колебания в первом контуре затухнут, не успев раскачать второй контур. Так вот и в контурах, если же потери малы, а связь достаточно велика, то есть время перекачки энергии меньше, чем время затухания, то энергия будет перекачиваться из первого контура во второй. Если контура одинаковая, то в какой-то момент она перекачается полностью, а затем начнет перекачиваться обратно в первый контур. Характерное время перекачивания это и есть обратная разность частот омега-0 и омега-1 или омега-2 и омега-0 соответственно. Чем быстрее происходит перекачка, тем меньше это разность частот. Извините, чем быстрее, то есть время меньше, тем больше это разность частот. Чем больше связь между контурами, тем дальше, как говорят, расталкиваются пики этой кривой. На практике полезным устройством, хотя может быть весьма и весьма простым, является трансформатор. Для нас после рассмотрения связанных колебательных контуров удобно считать трансформатор вырожденным случаем колебательного контура. Предположим, что есть только индуктивность, а вот емкостей в этих контурах нет. Трансформатор обычно предназначен для того, чтобы изменять, трансформировать напряжение, либо повышать его, либо понижать, а также изменять и трансформировать сопротивление. Мы в дальнейшем с вами увидим, когда это важно, чтобы сопротивление нагрузки и сопротивление источника сигнала были согласованы между собой. Так вот, такой трансформатор позволяет решить эти две задачи. Ну и совсем просто. Считаем, что опять-таки источник, это источник гармонических колебаний. Сразу записываем. Вы записываете, если записываете, а я показываю на слайде, систему из двух алгебраических уравнений. Система симметричная. Здесь мы не будем, конечно же, считать, что индуктивность и сопротивление одинаковы. Это тривиальный случай. Вместо этого мы ограничимся условиями идеальной трансформации. Какой трансформатор называется идеальным? Ну, это трансформатор, который всю энергию передает к нагрузке. А нагрузкой здесь у нас считается сопротивление во втором контуре. Когда это будет происходить? Это будет происходить, во-первых, если коэффициент взаимоиндукции m квадрат в квадрате примерно равен произведению индуктивности первой и второй цепи. А вторые условия, два условия, это условия того, что сопротивление в первом контуре и во втором контуре так, извините, по модулю много меньше, чем индуктивное сопротивление, опять-таки, по модулю в этих контурах. r1 много меньше омега l1, r2 много меньше омега l2. Если выполняются эти условия, тогда, глядя на второе уравнение, можно получить, что отношение токов во второй цепи к току в первой цепи это величина вида и омега m, извините, деленное на r2 и омега l2. А учитывая вот это условие, можно сказать, что это примерно отношение m на l2. Если же m заменить на корень квадратный из l1, l2, то получится, что это отношение l1 к l2 под корнем или единица на n, где n называется коэффициентом трансформации. поскольку индуктивность катушки пропорциональна квадрату числа витков, если это катушка в обычном понимании в виде соленоида из провода, то n это просто отношение числа витков второй катушки к первой. Ну и отношение напряжений на индуктивности l2 и l1 также легко оценить. Это получается примерно отношение числа витков на этих индуктивностях. Ну если кто-то хоть немного сталкивался с электротехникой, то, конечно же, знает, как посчитать коэффициент трансформации для обычного трансформатора. Здесь на этом слайде вверху просто повторяются те же самые уравнения, условия идеальной трансформации, и теперь можно эти уравнения честно решить. Решение алгебраической системы уравнений, у которой есть правая часть, это, соответственно, отношение, по-моему, называются угловые миноры, к детерминанту для системы с нулевой правой частью. Детерминант считается произведение диагональных членов. Здесь, соответственно, скобочка вида r1 плюс и омега 1, и такие же слагаемые с индексом 2. Здесь произведение у нас пропадает мнимая единичка. И после того, как мы приводим здесь подобные члены, получается, что в скобке m2 минус l1, l2 по нашей договоренности это малая величина, остается только вот здесь произведение и омега l1, r2, и омега l2, r1 и минус омега квадрат l1, l2. Вот, учитывая малость, что у нас осталось. Ну и угловые миноры, соответственно, получается, что ток во второй цепи это m у нулевое на l1, r2 плюс l2, r1. А если теперь числитель и знаменатель поделить на величину индуктивности l1, то вверху, поскольку m2 это l1, l2, значит, m это корень квадратный, значит, остается как раз нужное отношение корень из l2 к l1, это n. Здесь l сокращается, а здесь остается множитель вида l2 к l1, это n, но в квадрате. Ну вот, собственно, и получилось то, что важно знать и помнить. Во втором контуре ток протекает такой, как если бы в этом контуре напряжение было в n раз в коэффициент раз трансформации больше, сопротивление, через которое протекает этот ток, и еще во втором контуре как бы присутствует сопротивление первого контура, умноженное на n квадрат. И наоборот, в первом контуре течет ток пропорциональный напряжению в этом контуре, обратно пропорционален сумме сопротивления своего и сопротивление второго, деленное на n квадрат. Вот тоже обратите внимание, что если напряжение трансформируется с коэффициентом n, где n отношение числа витков, то сопротивление трансформируется как n квадрат. Если бы это было не так, то нарушился бы закон сохранения энергии. Можно перерисовать цепи, превратив два контура в один, причем можно это сделать с приведением ко входному контуру или к выходному контуру. Здесь только... Ну да, если говорить о нагрузке, то в первом случае мы рисуем источник, который появляется во втором контуре, его величина в n раз больше, и дополнительное сопротивление n квадрат r1. Или другой вариант. В первом контуре появляется нагрузка величиной r2, деленная на n квадрат, а напряжение то же самое, которое было. Здесь несложные математические операции позволяют получить или n у нулевое, а в знаменателе n квадрат r1 плюс r2, или просто у нулевое, но здесь будет r1 на r2 на n в квадрате. Это как удобнее, в зависимости от того, что нужно в данной задаче посчитать. Вот все то же самое, те же самые схемы, и можно посчитать мощность, которая выделяется во втором контуре. Мощность переменного тока, это среднее значение тока в квадрате умножить на сопротивление пополам, или среднее значение напряжения в квадрате поделить на два сопротивления. Ну и вот, соответственно, мощность записанная либо через приведение к первому контуру, либо через приведение ко второму контуру. Либо присутствует n у нулевое в квадрате, либо у нулевое в квадрате без n, но тогда r2 делится на n квадрат, и внизу в знаменателе появляется не множитель, а делитель перед сопротивлением второго контура. Трансформаторы бывают не только в виде вот таких устройств, представляющих из собой две катушки, два соленоида на общем сердечнике. Иногда используют тороидальные сердечники, иногда шеобразные сердечники для того, чтобы магнитные поля пересекались, возможно, больше. Это уже техника, причем электротехника, мы в нее углубляться не будем. мы будем дальше с вами обсуждать системы, которые также при определенных условиях могут выполнять трансформацию сигналов, но относятся они уже к другому классу. Если до сих пор мы рассматривали системы с сосредоточенными параметрами, то есть неявно предполагали, что характерный размер системы, любой характерный размер системы много меньше, чем длина волны, соответствующая тем колебаниям, которые могут в этой системе быть самым коротковолновым или самым высокочастотным колебанием в системе. Вот. То теперь я хотел вам рассказать о распределенных системах. Класс распределенных систем очень большой. Это и объемные резонаторы. Итак, распределенные колебательные системы. Вот здесь слово колебательные, оно приемлемое, хотя и не обязательное. Могут быть самые различные электрические устройства, в которых по всем трем измерениям размер сравним или больше, чем максимальная длина волны, которую можно в этой системе рассматривать. Или, если там идут более сложные процессы, их можно представить в виде суперпозиции колебаний и волн. Мы же из всего этого семейства выберем пока одну простую, но очень важную часть. Мы будем рассматривать так называемые длинные линии. Что называется длинной линией? Длинная линия это такая электрическая система, для которой выполняется условие, которое мы называем условием поперечной квазистационарности. Это условие, что если мы делаем мгновенную поперечную фотографию этой системы, мысленно, конечно, делаем, то распределение электрических и магнитных полей будет такое же, как если бы в ней протекал постоянный ток. То есть от времени эта картинка меняется, но всякий раз она такая, как если бы у нас были постоянные токи и электрические заряды. А на практике длинную линию можно представить себе как два провода, расстояние между которыми дельта D много меньше, чем вот та самая длина волны для колебаний, которые мы в этой системе рассматриваем. продольная же длина L порядка или больше, или даже много больше, чем лямбда. К чему это приводит? Смотрите, если взять отдельный проводник, то вы знаете, что при протекании по проводнику переменного тока возникнет излучение электромагнитных волн. Часть энергии будет уноситься этой волной в окружающее пространство. Но если у вас есть два проводника на очень маленьком расстоянии друг от друга, то мы всегда можем найти элементы тока в одном сечении такие, что их абсолютная величина будет одинаковая, а направление противоположное. И тогда, рассмотрев поле, которое создают эти токи в удаленной точке, можно понять, что оно будет стремиться к нулю. Таким образом, интерференция волн, создаваемых вот этими элементами тока, приведет к гашению и излучения не будет. Тем не менее, внутри самой длинной линии распространяется, может распространяться электромагнитная волна. Конечно же, представление в виде токов, которые текут по проводникам, не совсем верно. В длинной линии энергия движется во всей области пространства вблизи этих двух проводников. Поэтому, кстати, свойства линий зависят и от того, есть или нет какое-то вещество, материал между проводниками, а не только от свойств самого проводника. Но вот такая длинная линия, двупроводная линия очень часто, практически всегда и везде используется для канализации электромагнитных волн. Если надо передать электромагнитные волны, сигналы колебания на высокой частоте от одной точки к другой, расстояние между ними большое, а частота у нас высокая, используют длинные линии. Не обязательно эта длинная линия представляет собой именно два проводничка. Хотя вот здесь на фотографии так называемая ladderline лестничная линия, здесь действительно два проводника, которые перемычками диэлектрическими удерживаются на расстоянии друг от друга, она используется иногда для подключения, например, коротковолновых антенн. Но гораздо чаще ее выполняют либо в виде коаксиального кабеля, сейчас еще используются телевизоры с подключением к нарушней или коллективной антенне посредством кабеля, а не интернет-соединения. коаксиальный кабель из самого названия ясно, что представляет собой две линии, проводок в центре и аксисимметричный проводок снаружи, разделенные каким-либо изолятором. Вот по своим физическим свойствам и по принципу действия такой коаксиальный кабель это тоже длинная линия. Ну и два провода в пластиковой изоляции, которые раньше, ну впрочем и сейчас используются для подключения стационарных телефонов, тоже могут рассматриваться как длинная линия. Другое дело для какой частоты, скажем, для звуковых колебаний длина волны очень большая и в принципе учитывать время распространения в этой линии не обязательно. Это если телефон подключается просто как обычный стационарный старинный телефон. А вот если эта же линия используется, скажем, для интернет-соединения, есть такой протокол ADSL, там частота уже высокая. Длина волны, которая соответствует этим частотам, много меньше, чем расстояние между соединяемыми точками. И в этом смысле это уже обычная нормальная двупроводная линия. Для нее справедлива та модель, которую я сейчас вам покажу. как можно описать математически распространение волн в длинной линии. Для этого используют модель. Эта модель состоит из обычных знакомых нам сосредоточенных элементов ямкостей, катушек индуктивности, сопротивлений, с той только разницей, что это не простые конденсаторы и катушки, а погонные, то есть вычисленные, приведенные к единице длины нашей линии. Ну действительно, если есть такие два провода, то между ними, конечно же, есть емкость. Вот эту емкость можно разделить на длину, получить удельную емкость на единицу длины. Аналогично даже отдельный проводничок обладает собственной индуктивности. Можно эту индуктивность тоже привести на единицу длины. Ну и удельное сопротивление также можно ввести. Для полноты картины в этой модели присутствует еще проводимость материала между этими проводниками. Она может быть, даже если они разделены диэлектриком, поскольку вы знаете, что в диэлектриках есть токи смещения. Эти токи смещения могут диэлектрик нагревать, а раз они могут нагревать, значит, есть потери электрической энергии, значит, есть отличная от нуля проводимость для переменного тока. Мысленно разбив эту линию на маленькие кусочки и для каждого кусочка нарисовав вот такую эквивалентную схему сопротивления, последовательная, индуктивность, емкость между проводами и проводимость параллельно с этой емкостью, мы можем заключить следующее. Смотрите, давайте выберем два сечения этой линии, отстоящие на одну вот такую элементарную модельную ячейку. оценим количество заряда, который, условно говоря, оседает на этой ячейке за единицу времени. Заряд за единицу времени это ток, поэтому оседающий заряд это разность тока, который втекает в эту ячейку и тока, который вытекает в единицу времени. Чему он равен? Ну, смотрите, я беру ток в точках с координатой х, ну и момент времени Т. Это ток, который протекает в следующем сечении х плюс дельта х, и еще ток, который создается разрядом или зарядом вот этого конденсатора Ду по ДТ умножить на емкость, а емкости обычно это емкость погонная умножить на длину С на дельта х. И еще ток, который утекает вот в это сопротивление, вот сюда часть тока утекает, ну а величина обратная сопротивления это проводимость, поэтому не у деленная на r, а умноженная на g, но g погонная, поэтому g умножить на дельта х. осталось только перенести первый член в левую часть, устремить размер этой элементарной ячейки к нулю, и мы получим, что производная от тока по координате d и по dx это c на dU по dT, вот здесь как оно и было, и еще g проводимость на напряжение внутри этой ячейки. Совершенно так же можно рассуждать и про изменение напряжения, если рассмотреть точки на входе выбранной ячейки и на выходе, то напряжение на входе это напряжение на выходе и еще напряжение, которое создает ЭДС самоиндукции в катушке, это изменение тока умножить на ее индуктивность L на дельта Х и еще падение напряжения на вот этом сопротивлении R умножить на дельта Х, поскольку оно тоже погонное. То же самое делаем, переносим первое слагаемое влево, устремляем дельта Х к нулю, dU по dx, но с минусом, поскольку Х плюс дельта Х минус Х это L теперь dI по dT и R на I. Получились вот такие два симметричные симпатичные уравнения. Их называют иногда телеграфными уравнениями, иногда уравнениями телеграфистов, кому как нравится. эти два дифференциальных уравнения, в которых производная электрических величин по координате связывается с производностью этих же величин по времени, как раз и описывают распространение волн в длинной линии. Сделаем следующее. Первое уравнение продифференцируем по времени, а второе уравнение продифференцируем по координате. Если это сделать, то у нас получатся члены вида dI по dX по dT и здесь dU по dX по dT. Их можно приравнять и получается вот такое уравнение, где вторая производная от напряжения по координате связана со второй же производной от напряжения же по времени. В качестве множителя здесь выступает Lc, погонная индуктивность, умноженная на погонную емкость. И еще остаются два члена, которые фактически описывают потери JL на производную по времени от напряжения минус R на производную от тока по координате. Давайте рассмотрим идеальную линию. Идеальная линия это такая линия, в которой сопротивление последовательное равно нулю и проводимость параллельная равна нулю. но это означает, что сопротивление, которое включено между проводниками равно бесконечности, то есть это действительно случай, когда нет потерь. Тогда волновое уравнение выглядит совсем просто. Если вы помните волновые уравнения из математики, то должны помнить и тот факт, что вот этот множитель это на самом деле единица на квадрат скорости распространения волны. Замечу, что рассматриваемая нами идеальная линия, кроме того, что она не обладает потерями, еще и не обладает дисперсией, то есть волны с разными частотами могут распространяться в ней с одной и той же скоростью, должны распространяться в ней с одной и той же скоростью. То есть любая, вообще говоря, негармоническая волна, негармоническое колебание будет по такой линии идти, бежать, не изменяя своей формы. математическое решение этого уравнения можно записать в виде двух волн. Первая волна, параметры ее я буду обозначать со знаком плюс. Это такое изменение напряжения со временем и в пространстве, которое описывается выражением вида f некоторая функция от t минус x на скорость распространения. То есть если мы отступаем по линии немножко к началу, то мы будем видеть, какой был импульс, какое было напряжение немножко раньше. Это и есть распространение в направлении слева направо, в направлении положительном. Ток, соответствующий этой волне, также обозначается со значком плюс и есть произведение напряжения на величину корень квадратный из c на l, это и следует из наших уравнений, а обратную величину корень из l на c мы уже встречали, и она называлась для колебательных контуров характеристическим сопротивлением. Ну, а здесь мы ее будем называть волновым сопротивлением и обозначать буковкой ρ. Еще раз замечу, что если для колебательного контура l и c это были обычной индуктивности емкость, то здесь l и c это параметры модели, взятые для нашей линии и параметры погонные, то есть приходящиеся на единицу длины. Таким образом, волновое сопротивление от длины линии не зависит. Обычный вопрос на экзамене, от чего же зависит волновое сопротивление? Ну, если представить себе эту линию именно в виде двух проводников на некотором расстоянии и вспомнить, что l и c все-таки вводились именно как результат самоиндукции и результат электростатического электрического взаимодействия между ними, то легко дать ответ, что, во-первых, эта величина ρ зависит от расстояния между проводниками, поскольку емкость уменьшается с удалением этих проводников. Еще она зависит от диаметра этих проводников, поскольку зависит индуктивность, а если пытаться выводить точную формулу, то можно убедиться, что войдет отношение расстояния между проводниками к диаметру проводников. Ну и вообще говоря, она должна зависеть от магнитных свойств проводов и диэлектрика, который находится, если находится между ними, то есть от ε и μ. Ну для хороших проводников меди, алюминий, из которых обычно делают провода, эта зависимость слабая, а вот от диэлектрической проницаемости, зависимость может быть серьезная, если здесь пластик или еще какое-то вещество, которое на практике используют для того, чтобы просто разместить надлежащим образом эти проводники и изолировать их друг от друга. То есть волновое сопротивление. Ну вот картинка, которая показывает условно некоторый импульс как зависимость в пространстве и его перемещение со временем. Для волны, которую мы рассмотрели, для волны, которая распространяется слева направо f от t минус x на v нулевое, импульс движется слева направо. Но решение для этих уравнений может иметь и вид f от t плюс x на v нулевое. Это соответствует волне, которая бежит справа налево. О природе, о возникновении этих волн мы пока ничего не говорим. Просто я еще раз напомню, что система линейная, а раз она линейная, значит разные сигналы, разные волны в нашем случае могут распространяться никак друг на друга не воздействуя. Они не меняют свойства самой среды, самой длинной линии. Напряжение для такой волны, волны, бегущей в обратном направлении, мы будем обозначать со значком минус внизу. Я буду обозначать, мне кажется, так удобно. И вот внимание, ток, соответствующий волне, которая бежит слева направо, это минус напряжения, деленное на волновое сопротивление. Но если посмотреть, вернуться, пролистать к модели длинной линии, там мы брали разность токов слева и справа, а для волны, которая распространяется в обратном напряжении, очевидно, надо их поменять местами, и тогда как раз и появится вот этот знак минус. Иногда он вызывает какое-то удивление. То есть, еще раз, для прямой волны связь такая же, как формально в законе Ома, напряжение делить на сопротивление, а вот для обратной волны, обратной условно распространяющейся в направлении отрицательном, эта зависимость содержит знак минус, минус напряжения, соответствующие этой самой обратной волне, деленное на волновое сопротивление. Ну и мощность, мощность, которая переносится через любое сечение линии, можно найти как произведение полного напряжения на полный ток. Полное напряжение, это напряжение всех волн, бежущих слева направо и справа налево, токи также берутся для волн и тех, и других, и полностью у нас получается либо, а нет, не либо, а здесь получается У квадрат со знаком плюс, деленное на РО, минус У квадрат со знаком минус, деленное на РО. Ну ничего удивительного. Волна, которая несет энергию слева направо, это первое слагаемое, волна, которая несет энергию справа налево, второе. Здесь вот еще раз выписано волновое сопротивление и соотношение между токами и напряжениями. Еще раз, до этого момента, поскольку линия без потери дисперсии, я считал, что токи и напряжения, вообще говоря, зависеть от времени могут произвольным образом, никак не ограничивался по части того, какую именно форму во времени, ну а значит и в пространстве имеют эти волны. Давайте теперь рассмотрим, что будет, если у нас есть длинная линия. Вот я не рисую ее очень длинной, но все-таки надеюсь, что путаницы не будет и что вы понимаете, что это не сосредоточенные элементы, а именно источник, нагрузка, а между ними какая-то протяженная линия, которая удовлетворяет условиям квазистационарности. Рассматривать мы будем гармонические колебания, почему? Потому, что система линейная. Я обозначу сейчас для простоты вот эту точку как начало отсчета. Я его могу брать произвольно. Таким образом, у меня в точке L равном нулю включена нагрузка. Нагрузка это обычное сосредоточенное сопротивление, вообще говоря, комплексное, любое. Там может быть емкость, индуктивность, сопротивление, любая их комбинация. с учетом того, что я говорил про волны, бегущие в двух направлениях, я должен написать, что напряжение вот в этой точке, во-первых, напряжение в любой точке этой линии это сумма волн, бегущих в двух направлениях. Раз они гармонические, я могу отделить амплитуды, здесь У с плюсом и У с минусом это амплитуды волн, а Е соответственно гармоническое колебание, гармоническое колебание по координате, то есть гармоническая зависимость вдоль длины линии. И учитывая телеграфное уравнение, подставляя в него вот такой сигнал, можно записать, что и омега, появляющаяся при дифференцировании L и от Х, это и К умножаемая на оба слагаемых описываемых две волны. Отсюда сразу получается, что полный ток в любом сечении это единица на ρ волновое сопротивление и разность напряжений для двух волн, которые бегут навстречу. Можно построить отношение напряжения к току. Я возьму не какую попало координату, а возьму вот эту самую координату 0, которую я выбрал, ту, где у меня подключено сопротивление. Ведь она ничем не лучше и не хуже других координат, и все сказанное для нее тоже справедливо. Если я разделю напряжение на ток, то у меня получится ρ, оно пойдет в числитель, экспоненты вынесутся и сократятся, и останутся амплитуды в числителе У с плюсом плюс У с минусом, в знаменателе У с плюсом минус У с минусом. А дальше я говорю следующее. Извините, но ведь вот это сопротивление это обычное сосредоточенное сопротивление. Для него должен быть справедлив закон Ома. А закон Ома говорит, что отношение напряжения к току это и есть сопротивление. Ну, опять-таки, если это комплексные амплитуды, то это комплексное сопротивление этой нагрузки. Дальше можно вот эту формулу раскрыть. Я умножаю обе части на У плюс минус У минус, затем привожу подобные члены и получаю, что отношение У с минусом напряжения отраженной волны и У с плюсом в точке, где стоит нагрузка, здесь, к сожалению, нолик нигде не написан, это отношение разности сопротивления нагрузки и волнового сопротивления к их сумме. вот как раз и появляется причина, по которой в этой линии возникают волны, бегущие в обратном направлении. То есть источник у меня создает, генерирует волну, которая бежит слева направо, эта волна достигает точки, где линия заканчивается и находится сосредоточенная нагрузка, а дальше в зависимости от соотношения величины этой нагрузки и характеристики линии его волнового сопротивления, какая-то часть энергии уходит в тепло, уходит в эту нагрузку, а какая-то часть отражается, вот эта отраженная волна как раз в нашем случае и будет волной, которая бежит справа налево. Есть интересные частные случаи, вот если на эту формулу внимательно посмотреть, то сразу ясно, что если z-нагрузки равно волновому сопротивлению, то отражения в конце линии не будет. Замечу, что поскольку волновое сопротивление это корень с L на C это действительная вообще говоря величина для линии без потерь и без дисперсии волновое сопротивление действительная величина, оно измеряется в омах, то полное согласование, как говорят, возможно только если вот эта нагрузка чисто действительная величина, то есть это чисто амическое сопротивление. Только в этом случае вся энергия, которая падает на нагрузку из линии может ею поглощаться. Еще раз, сопротивление нагрузки равно волновому сопротивлению линии. Есть и другие частные случаи. Предположим, что нагрузка равна нулю, короткое замыкание на конце линии. Тогда, глядя на эту формулу, сразу можно сказать, здесь у нас будет минус ро на плюс ро, значит просто минус единица, значит по модулю амплитуды волн падающие и отраженные равны между собой. Очевидный результат, это закон сохранения энергии. Если у нас здесь короткое замыкание, энергии деваться некуда, кроме как полностью отразиться и отправиться в линию обратно. То же самое кстати будет и если сопротивление нагрузки равно бесконечности. Если сопротивление нагрузки равно бесконечности, обрыв на конце линии, также формально энергия никуда исчезнуть не должна, значит она полностью будет отражаться обратно, но только здесь не будет знака минус, который на самом деле показывает фазовые соотношения. В одном случае у нас будет происходить переворот фазы на 180 градусов, а в другом случае его не будет. Предположим теперь, что сопротивление нагрузки имеет некоторую произвольную величину и зададимся вопросом о том, а какое сопротивление будет представлять вся эта система линия и нагрузка. То есть я вот здесь подключаю источник. Для источника все это некий черный ящик. И я могу этого черного ящика обычным способом измерить входное сопротивление. Одна только оговорка. Делать это надо подождав достаточное время, достаточное для того, чтобы после включения источника волна успела добежать до нагрузки и отразившись от нее вернуться обратно. Иначе очевидно просто из принципа причинности в этих точках никакой информации о том, что находится на конце длинной линии быть не может. И таким образом говорить о влиянии нагрузки на входное сопротивление не приходится. Но если теперь я вот здесь выберу точку с координатой 0, а вот это у меня будет точка с координатой L, то я могу сказать следующее, что генератор создает волну с комплексной амплитудой U с плюсом, которая распространяется направо. Это в точке с координатой 0. Дальше U с плюсом в точке с координатой L. Это та же самая U с плюсом от 0. И умножить на фазовый множитель, который приобретается в процессе распространения E в степени минус I K L. K волновое число L длиннолинии. Дальше у меня происходит отражение. Я введу вот такой знак K коэффициент отражения. Это Z минус ρ на Z плюс ρ или он же U с минусом от L деленное на U с плюсом от L. Таким образом, в точке с координатой L U с минусом от L. Это есть U с плюсом от L умножить на K. Родилась отраженная волна. Эта отраженная волна двигается по линии, поэтому надо учесть отражение, извините, учесть фазовый набег, и тогда U с минусом в точке 0, куда она возвращается, это U с минусом в точке L, E, если там было с плюсом, то здесь будет I K L. Складывая все это вместе, мы получаем, что Z входное, которое по определению есть U с плюсом плюс U с минусом, деленное на I с плюсом плюс I с минусом, и все это взятое в точке с координатой 0 есть ρ единица минус E в степени 2 и K L на единица плюс E в степени 2 и K L вот здесь коэффициент отражения. Ну, а глядя на эту формулу, можно получить интересные случаи. Интересные случаи получаются тогда, когда у нас длина линии и длина волны, которую мы рассматриваем, находятся в каком-нибудь определенном соотношении. Первый вариант это L длина линии равна N λ пополам. В этом случае у нас сокращаются числители и знаменатели, получается, что Z входное просто равно Z нагрузки. Иногда такую линию называют полуволновой шайбой. Но шайба здесь, конечно, не очень удачное название. Шайба это нечто короткое, плоское. А смысл в том, что такие шайбы можно вставлять между нагрузкой и приемником и ничего при этом не будет. То есть, смотрите, от волнового сопротивления линии ничего не зависит, оно сюда не входит. Мы можем соединять приемник и нагрузку линиями с произвольным воловым сопротивлением, лишь бы ее длина была кратна целому числу полуволн. Конечно, если речь идет о передаче сигналов, о передаче информации, то такое условие можно выполнить лишь для строго гармонического колебания, у которого одна единственная длина волны. А как только мы начнем модулировать это колебание, у нас появятся боковые частоты, появится спектр, и значит, не для всех спектральных компонентов это условие можно выполнить, но тем не менее, если это условие приближенно выполнено, спектр не очень широкий, то такая передача возможна, и такое соединение возможно. Второй важный частный случай, это если L ну давайте закончу, 2N плюс 1 на лямбда на 4. В этом случае произведение Z-нагрузки на Z-входное это это есть R-квадрат или можно эту формулу записать по-другому Z-входное равно R-квадрат деленное на Z-нагрузки. Смотрите, у меня получился трансформатор. Если мне надо согласовать нагрузку с каким-то устройством, а их сопротивления не равны, но оба они действительны, то я могу выбрать кусочек линии, взяв ρ равному корню квадратному из произведения этих сопротивлений, и взяв кусочек длиной ровно λ на 4, ну или нечетное число таких четвертей волн. Это так называемый четвертьволновый трансформатор, который тоже очень часто используется и применяется. Добавил субтитры Продолжение следует...